Здравствуйте! Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Разберём номер 493. Можно ли назвать 10 дробей больших одной из данных дробей, но меньших другой? Используя номер, который мы сделали раньше, 492, мы по аналогии с ним будем делать и этот номер. Итак, а. Две дроби. Минус 39 сороковых и дробь. Минус одна сороковая. Эти дроби с одинаковым положительным знаменателем. Числители этих дробей 39 и 1. Между этими числами можно расположить 10 чисел, таких, которые будут больше или меньше, чем 39, но больше либо меньше, чем 1. У нас дроби отрицательные, то есть мы должны располагать числа между минус 39 и минус 1. А таких чисел 10 расположить можно, например, минус 2, минус 3, минус 4, минус 5, минус 6, минус 7, минус 8, минус 9, минус 10, минус 11. И даже можно расположить больше, чем 10. То есть таких дробей, которые расположены между минус 39 сороковых и минус 1 сороковая, найти можно. Например, вот такие. Минус 2 сороковых, минус 3 сороковых, минус 4 сороковых и так далее. 10 штук, как минимум, таких дробей можно найти. 10 таких дробей, даже можно больше. А теперь разберем БМ. Здесь две дроби минус 3 четвертых и минус 1 четвертая. Тоже надо расположить 10 дробей между этими числами. Использую следующее свойство. Можно привести дроби к новому знаменателю. Дробь от этого не изменится. Если привести эти дроби к знаменателю 40, минус 3 четвертых к знаменателю 40, будет минус 30 сороковых. И минус 1 четвертая к знаменателю 40, будет минус 10 сороковых. И опять у нас будет знаменатель общий положительный 40. Числители. Минус 30, минус 10. Между этими числами можно расположить 10 чисел, которые будут расположены между этими двумя числами. Минус 30 и минус 10. То есть, которые будут больше, чем минус 10, но меньше, чем минус 30. Например, минус 11, минус 12, минус 13, минус 14 и так далее. Таких чисел тоже больше, чем 10. Соответственно, чтобы назвать 100, 1000 и 10 тысяч таких дробей, расположенных между данными числами, нужно каждый раз приводить к все большему и большему общему знаменателю. Таким образом, чтобы между числителями мы могли расположить 100, 1000 или 10 тысяч чисел. Но в любом случае, таких дробей назвать можно. Мы разобрали номер 493. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.